Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я знаю сказку «Гусь и лебеди» Я знаю сказку «Красная шапочка» Я знаю сказку «Гусь и лебеди» Молодец Вика Арина, а ты какую сказку знаешь? Я знаю сказку «Лиса и снегурочка» Молодцы ребята Скажите, вы хотели бы сыграть роль в какой-нибудь сказке? Да! Вы знаете, для того, чтобы стать хорошими актерами Нужно много знать и уметь И вот сегодня я вас приглашаю в волшебную страну сказок и фантазий В которой живут знания и умения, которыми должны обладать актеры Но, ребята, чтобы попасть в эту страну Нам нужно взять с собой фантазию, воображение И произнести волшебные слова «Теребя, ловни, ловни, вокруг себя наверни, в волшебные страны!» Ребята, посмотрите, вы с вами оказались где? «В волшебной стране» Посмотрите, как тут красиво Правда? Да Посмотрите, какое дерево появилось перед нами «Ёлка» «Но это, ребята, ель не простая это чудо-дерево. На ней волшебные снежинки. И каждая снежинка с сюрпризом, с интересным заданием. И если мы все задания выполним, мы станем с вами настоящими актерами. Ну что, начнем? Снимаем первую снежинку. Снимаем, Вова. Так, смотрим, какое же здесь задание. А задание у нас покажи мимикой и жестами. Ребята, актеры умеют изображать различные действия. И сейчас я вас попрошу изобразить действия, которые вы услышите в стихотворении. Давайте станем немножечко пошире, чтобы у нас было место. Вот так. И начнем. Ночью в поле снег летучий, тишина. В темном небе в мягкой туче спит луна. Тихо в поле. Темный-темный смотрит лес. Дед Мороз, старик огромный, с елки слез. Весь он в белом, весь в обновках. В белой шапке и в пуховых сапогах. Вся в серебряных сосульках борода. У него в рту сосулька изо льда. Молодцы, ребята, справились с заданием. А сейчас, ребята, давайте покажем жестами следующее действие. Как мы покажем фразу «иди сюда»? Как мы покажем «тихо»? До свидания. Я думаю. Как мы покажем? Так, ой, все думают, да? И Платон думает. Не балуйся. Молодцы, ребята. С этим заданием вы все успешно справились. Правда, Савелий? А это значит, что пришло время снимать вторую снежину. Степан, уходи. Так, хорошо. У нас второе задание. И наше задание называется «Произнеси чистоговорки». Вы знаете, еще актеры должны четко и быстро проговаривать слова. А для чего актерам нужно правильно выговаривать слова? Кто знает? А это понятно. Правильно, Калина. Мы не будем их понимать. Правда? Да. И вообще это будет обузданно делаться. Точно. Сейчас я вам буду произносить чистоговорки, а вы за мной повторять. Начинаем. «Ма-ма-ма, на дворе зима». «Ом-ом-ом, слепим снежный дом». «Мы-мы-мы дождались зимы». «Мы-мы-мы дождались зимы». «Ды-ды-ды, на снегу следы». «Ды-ды-ды, на снегу следы». «Ать-ать-ать, я иду гулять». «Ать-ать-ать, я иду гулять». «Ну-ну-ну, саночки тяну». «Ну-ну-ну, саночки тяну». «Ок-ок-ок, на дворе снежок». «Ок-ок-ок, на дворе снежок». Молодцы, ребята. А теперь, ребята, я вам предлагаю произнести скороговорки. У маленького санки едут сами. У маленького санки едут сами. Вова повторит. У маленького санки едут сами. Молодец, Вова. Андрей. У маленького санки едут сами. Молодец, Андрей. Слушаем дальше. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Платон повторит. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Молодец, Платон. Алина повторит. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Умница, Алина. Молодец. С этим заданием вы тоже справились, да? И пришло время снимать следующую снежинку. Артём снимет нам снежинку. Так, третья снежинка. Интересно, что тут за задание, правда? Ребята, а следующее наше задание называется «Найди животных и назови чей хвост». Но для этого нам нужно присесть за столы. Ребята, что изображено на картинке? Дефицит. Правильно, дикие животные. Нам с вами необходимо провести линию от животного к его хвосту и назвать чей хвост. Проводим линию самостоятельно. Берём фломастер и начинаем работу. Задание. Молодцы. Ребята, подскажите, это чей хвост? Волчий хвост. Андрей. Волчий хвост. Стёпа, чей это хвост? Линий хвост. Платон, чей это хвост? Беличий. Беля чей хвост, давай скажем. Беличий хвост. Корене, чей это хвост? Беличий хвост. Савелий, чей это хвост? Беличий хвост. Молодцы, ребята. С этим заданием мы тоже справились. Настало время снимать следующую снежинку. Я, я, я. Пойдёт Андрей и снимет снежинку. Хорошо, Андрей. Присаживайся на место. Ребята, следующее наше задание называется волшебное превращение. Мы с вами будем показывать лесных животных. Вам нужно слушать внимательно музыку. И вы догадаетесь, в какое животное мы будем с вами превращаться. Для этого я вас приглашаю встать большой хвост, красивый. Проходите, пожалуйста. Слушаем внимательно музыку. Пого мы показываем? Тайца. Тайца. Пока. Хорошо, молодцы, ребята. Остально пили, сделаем небольшой круг. Слушаем следующую музыку. Кого мы будем изображать? Лизу. Лизу, правильно. Пошли как в листах. Красиво. Молодцы, сделали круг. Хорошо, слушаем следующую мелодию. Кого мы будем показывать? Медведя. Медведя. Идем как медведя. Медведя. Молодцы, ребята, стали красиво. Вы все правильно показали. Я даже подумала, что очутилась в настоящем лесу. Нет, а нет. А это значит, что время снимать пятую снежинку. Проходи, готова. Передавай. Хорошо, ребята. Следующее наше задание называется «Назови, что нарисовано». Для этого задания нам нужно сесть на стульчики. Ребята, на столе у нас карточки с цифрой и картинками. Нам нужно по ним составить предложение. Начнем? Начнем? Начнем. Первую я вам покажу. А дальше будем сами. Итак, цифра. Три снежных длинных зимних дня. Вот такое предложение у нас получилось. Так, проходи, Вова, сюда. Выбирай карточку. Давай, Вова, я тебе помогу. Так, держи указку. Встань так, чтобы было видно детям туда. Трое, быстрых, скользких, саней. Молодец, Вова, справился. Проходи к Алине. Выбирай карточку, пожалуйста. Вставай. Держи указку. Встань так, чтобы было детям видно. Один. Высокий, веселый, неговер. Молодец, Вова. Проходи, Артем, дальше. Дядя. Выбирай карточку. А все сидят, потому что где-то сестер. А я буду подпукать, чтобы быстро. Держи указку. Встань так, чтобы было видно. Шесть. Металлический, скользкий, кальков. Молодец. Проходи, Платон. Платон, проходи. Выбирай карточку. Я хочу выбирать сестечку. Может, вот эту? Давай. Так, все сидим и слушаем. Платон, становись, пожалуйста, чтобы было видно детям. Восемь круглых снежных снежков. Снежков. Правильно, Платон, проходи. Ну что? Ну, давай еще, Савелий, проходи. Выбирай карточку. Вот так. Встань, чтобы было видно. На, пять снежных зимних вьюг. Молодец, Савелий. Ребята, вы молодцы. Вы с этим заданием справились. Давайте себе похлопаем. Настало время снять последнюю, самую главную, шестую снежинку. Нет, давайте в голову. Ну, проходи, Савелий. Ребята, последнее наше задание называется «Покажи сказку». Отгадаем, какую сказку мы будем показывать? Да, она скучная. Тогда я вам загадаю загадку. Бабушка девочку очень любила. Шапочку красную ей подарила. Девочка имя забыла свое. А ну, подскажите, как зовут ее? Красная шапочка. Правильно, ребята. Мы покажем с вами сказку «Красная шапочка на новый лад». Кто хочет поучаствовать? Я. Хотите? Кто будет играть роль красной шапочки? Корене хочет, да? Выходи, Корене, сюда. Так. Кто хочет сыграть роль мамы красной шапочки? Игра. Алена, выходи. Так. Волка. Это Андрей. Андрей, выходи. У нас еще будет Белочка. И Лягушка. Белка Савелий. И Лягушка. Кто Лягушка? Это Волк. Кто? Артем? Артем, проходи. Лес дремучий сладко спит. На холмах подушки. Домик маленький стоит на его опушке. В доме девочка живет. И поверьте, что прекрасней ее нет на целом свете. Домик маленький стоит на его опушке. Балю, балю, балюшок. Глядит дочка на душу, на пуговую краба будет. Дочка крепко спать. Дочка, койди сюда, Майя. Садись, я кукла запрошу. Доченька наша бабушка, очень по тебе заскучена, надо бабушке пойти и расколе отнеси. Хорошо, мамочка, не волнуйся, бабушку отхожу и гостинца отнесу. Тут тихонько сиди, и меня здесь подождите, мне надо к бабушке сходить, дорогой у нас здесь. Доченька и бабушки, и нищие дороги, будь осторожна. Хорошо, мамочка, бабушке скажу, гостинца отнесу. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, да чего она глупа? Сейчас её поймаю, очень сильно напугаюсь, но я читаю сегодня меня, руки вычешусь от скуки. Доченька. Пока! 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 Окей! Давай покупай! Как ты узнал? Окей! Ну, я тебя задерживаю! Шишки! Ой, надеюсь, попала шишка по спине. Не круче сядуй на пенёк, отдохну один денёк. Горами шишки подлечу и девчонку сразу лечу. «Волка будем лечить, Секстурой горкой дупаличь. Мухомором смазался. Шишки в злому щедовому волчишке. Пусть, святым не болей, Забьёти себе друзей». Ухасите ваше чудо, а это будет фу. Сериал «Я сон покой», я живу, я очень злой. Вот девчонку я поймаю, очень сильно напугаю. А вот, а вот, кажется, и она. Носка моя милая, рада видеть тебя. Вижу, здесь ты не одна, чтобы друга привела. Проходите за ограду, видеть вас и очень надо. На застолк я тебя знаю, если пироги сгибаю. Вот обида, вот досада. Если бы их нет, не надо. Стыдно, стыдно мне, друзья. Больше так не буду я. Будем мы теперь дружить, с другом веселее жить. Молодец, а вам, зрители, понравилась сказка? Да! Ребята, вот и подошло к концу наше волшебное путешествие в страну сказок и фантазий. И чтобы вернуться в детский сад, нам нужно произнести волшебные слова. Давайте все вместе. Вот мы и вернулись в детский сад. Скажите, где мы сегодня с вами побывали? В сказок и фантазий. В волшебной стране сказок и фантазий. Правильно. Скажите, а какую сказку мы с вами показываем? Красную шапочку. Красную шапочку. Скажите, сложно было быть актерами? Да. Сложно. Но мы, ребята, с вами справились. Правда? Давайте себе поаплодируем. Спасибо. Молодцы. Правда? Ребята, посмотрите. Наша елочка загрустила. Но мы ее можем развеселить. Мы ей подарим вот такие красивые шарики. Видите? Сейчас. Если, ребята, запомните, если вам было весело, легко, у вас осталось хорошее настроение, у вас все-все на занятии получилось, вы возьмете желтые шары. А красные. А красные вы возьмете, если у вас были какие-то трудности, у вас что-то не получалось. Договорились? Да. Так, понятно. Спасибо. 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 Что мы скажем елочке? Спасибо. Спасибо. Ребята, я очень рада, как вы себя вели, как вы занимались, как вы выполняли все задания. Вы большие молодцы, правда? Давайте себе похлопаем, поаплодируем. На этом наше занятие подошло к концу. Субтитры создавал DimaTorzok